Дорогу по Пугачевскому тракту поднимут над улицей Грозненской. Для этого сейчас на развязке возводят шесть опор. Каждая состоит из четырех колонн. Пролетные основания строители планируют сделать до наступления холодов, чтобы в следующем году приступить к устройству дороги и открыть движение. Бетонировать пролеты будут особым способом. Все 124 метра за один раз. Это сделает конструкцию гораздо надежнее. Внутри самого тела пролета будут просунуты специальные арматурные канаты, которые впоследствии будут натянуты и придадут пролетному строению дополнительную жесткость. Это позволяет, во-первых, заливать сразу единоразово 120 метров длины. Развязка Пугачевский тракт Грозненской – одна из трех, которые возводят в рамках второго этапа строительства Фрунзенского моста. Он включает в себя также строительство путепровода через железную дорогу и транспортную развязку на пересечении Кряжского и Новокубышевского шоссе, улиц Уральской и Утевской. Как идут работы, проверили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Второй этап должен завершиться к началу 2023 года, но, по словам подрядчика, у компании есть силы и ресурсы для того, чтобы ускориться и завершить строительство раньше установленных сроков, если будет дополнительное финансирование. Второй этап, конечно, крайне важен для городского округа Самары, для южных районов Самарской области, для сотен тысяч жителей. Сегодня темпы строительства нужны, надлежащие, все идет по графику. Конечно, нам бы хотелось, чтобы эти темпы возрастали. Что для этого нужно? Для этого нужно увеличить финансирование, как обычно. Здесь компетентные работают строители, и они с задачей своей справляются. Кипит работа и у самого Фрунзенского моста. Здесь завершают обустройство съездов, устанавливают ограждения, знаки и светофоры. Наносят разметку, кладут верхний слой асфальта на девятом съезде, укрепляют откосы растительным грунтом и сеют траву. После этого, к началу осени, все съезды с правой стороны будут готовы к использованию. Несмотря на то, что перечислил много объемов работ, планируем до конца августа все работы завершить и передать в эксплуатацию. Работы ведутся по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированному президентом страны Владимиром Путиным. После реконструкции магистраль обеспечит выход на федеральные трассы в направлении Оренбурга и Казахстана, региональную автодорогу «Самара-Волгоград», а также повысит транспортную доступность Куйбышевского района Самары и Новокуйбышевска. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов, Константин Головин. События. Субтитры создавал DimaTorzok